Итак, у меня сейчас предложение следующее. Вот мы посмотрели то видео, да, которое, где ты рассказывал секрет, как надо жить. Надо жить, играя, как тот скрипач, который берет одну ноту и достигает 100% результат. Я этого долго не понимал. Я это интервью раз в 10 пересмотрел. Но я только сейчас начинаю, как мне вообще, допустим, вести передачу, играя. И я хочу тебе сказать спасибо за это, потому что это очень сильная мысль. И вот это интервью я предлагаю записать, играя, и вот, к примеру... Иппровизируя? Ну, как есть. Не о чем заразе не сгадываю, но как есть. Да, как есть. То есть мы не знаем, чем будет. Тут есть один нюанс, который не хочется, чтобы те, кто нас смотрит, поняли это таким образом. А, жить нужно играючи, то есть не нужно напрягаться. Окей, не буду напрягаться, как пойдет, так пойдет. Тут есть один нюанс. Этот скрипач 50 лет на сцене. Да, он тренировался. Он 6 часов каждый день пилит скрипку, по крайней мере. Он живет музыкой, он думает о музыке, он просыпается от озарений, он внутри. Я дал такое количество интервью, а ты взял такое количество интервью, что мы можем позволить себе роскошь играть. Но если начинающий интервьюер или начинающий человек любой профессии, который дает интервью, скажет, а пофиг, готовиться не буду, как пойдет, буду играть. Ну, что он там наиграет? Ну, помнишь же, ты в том же интервью тоже дал вот эту технику безопасности, когда он вышел клоун там и театр получил. Конечно, не помню 200 интервью. Я говорю, даже твои интервью, которые я ставлю выше многих, которые я даю, тем не менее, я, конечно, не помню год назад. Год назад? Год назад? Да, мы снимались. Два года. Девять месяцев назад. Вот это интервью? А я тебе сейчас покажу всю хронологию. Смотри, у нас есть предыдущие выпуски. Я вчера попросил нашего фрилансера сделать хронологию, как все это было. Итак, это у нас начало 2012 года, по сути, 5 лет, да? С первого интервью. Это седьмое, кстати, интервью. Дальше было замечательное скайп-интервью. Я помню, я тогда находился на острове Бали. Ну, а это уже... Казахстан. Это Казахстан, Алма-Ата. И не поверишь, смотри, что сейчас будет преображение. Бабах, стулья те же, но это уже Москва. Представляешь? Да. Вот. И это 13-14 годы. Это уже у меня офис. А это уже 15-й год, да? Вот видишь, 15 ноября. Это 9 месяцев назад. Ну и, соответственно, вот еще одно интервью. Также удаленно. Ну и по скайпу. И хватит записывать по скайпу. То есть можно себе позволить роскошь. Прилететь. Прилететь в Испанию и записать на вилле, как подобает. Вот, значит... Я потрясен и польщен тем, что ты прилетел специально для этого интервью. Дорой, идет Макомед, Макомед идет в Даре. В общем, мы здесь. Я сегодня поясню еще причину своего прилета, почему, да? Но начать как раз я хотел бы с того, что пишем игра и неформальная беседа, как в теннис. То есть я буду подавать, а ты будешь подбивать, соответственно. И если захочешь, возьми инициативу, подачи к своей руке, как угодно. То есть свободный формат. То есть 7 интервью за 5 лет, фотографии посмотрели. И с прогресса хочу начать. Вот есть прогресс, как для меня бесконечный источник счастья в жизни, роста. И, соответственно, если мы сейчас вот посмотрели, я оцениваю свой прогресс в жизни, не поверишь, от интервью до интервью с тобой. И это еще одна причина. Прилететь. Да, прилететь в Испанию, чтобы посмотреть, какой у меня прогресс получился в жизни за эти 9 лет. Я вообще сейчас скажу такую секретную вещь. Все интервью я пишу чисто для себя. Но я также хочу поделиться, поэтому я ставлю камеру. То есть у меня основная цель записать для себя, а дополнительная цель поделиться с другими. То есть все-таки у меня основная цель, она эгоистическая. И только потом я хочу также, чтобы вот всю ту мудрость, все эти знания и опыт, который транслируешь ты, также вместе со мной смогли взять зрители и так далее. Я думаю... Кстати, ценная мысль. Договори, а у меня возникла мысль. Да, я как раз завершить хотел, что, надеюсь, никто не обидится, друзья. Я развиваюсь и хочу, чтобы побольше людей тоже росли и развивались вместе со мной. Ну, вы знаете, по большому счету, перехожу к той мысли, которая у меня возникла, бизнес – это инструмент реализации амбиции предпринимателя. Да. Это потом пиарщики придумывают, да, наша миссия, там, служить верой и правдой, помогая людям и прочее, прочее. Комиссия уже будет вторична предпринимателя. Есть какой-то зуб предпринимательский, он хочет реализовать проект, он хочет финансовые свободы, он хочет, там, не знаю, кормить детей сникерсами, он хочет реализовать свои амбиции социальные, хочет славы, уважения, почета и так далее. И он затевает бизнес-проект. У него, как говорится, люди, десятки, сотни, тысячи, возможно. Это эгоистическая совершенно затея, а потом уже, я ваш работодатель, я откорблю ваши семьи, но на самом деле, не будь у него собственных каких-то мотивов для того, чтобы этим бизнесом заниматься, он не стал бы заниматься им. По большому счету, человек, который создаёт семью и рожает детей, рожает это для себя, это потом он им предъявляет, я ради тебя, ночей не спала, диссертацию не дописала, а ты мне вот хранишь, дескать, давить на жалость, вызывая чувство вины, рожала для своей радости, своего счастья, для своей занятости, потому что быть занятыми детьми, это тоже своего рода счастье. В общем, маску сначала на себя, потом на ребёнка в самолёте, сначала эгоистично, потому что если ты наденешь на ребёнка, ты задохнёшься. Задохнёшься, тогда и ребёнок, а так выживут в опыт. Да, а если ты не разобьёшь бизнес, ты не сможешь никак помочь. Ты не сможешь прокормить семьи этих людей и заплатить налоги государству. Не родишь детей, не сможешь дать им жизни, не смогу дать жизни и так далее. То есть вот эти самые дополнительные цели, они оказываются масштабнее и дольше живущими, чем амбиции. Предприниматель довольно быстро наедается деньгами. Да, потом начинают какие-то другие возникать цели, мотивы, миссии, служения и так далее. Эгостические цели очень быстро удовлетворимы. Но побочный эффект, ну, представляешь, эти интервью, возможно, тебя наскучит в какой-то момент отслеживать прогресс, там пересматривать свои интервью, у тебя у тебя будут какие-то другие жизненные проекты, а эти интервью могут жить десятки лет, могут оставаться актуальными. Они имеют остаточный эффект, потому что мы записываем один раз, а их смотрят люди много раз. И вот даже наши первые интервью я до сих пор получаю каждую неделю благодарности от зрителей, которые посмотрели и что-то почерпнули. А люди посмотрели, почерпнули, это оформилось у них голове в какие-то мысли, идеи, они создали какие-то проекты, у них возникли, они приняли какие-то решения, которые из-за нас исказались на других людях, а еще у этих людей возникли какие-то собственные мысли, какие-то мировоззренческие конструкты, которые они потом стали навязывать другим людям в той или иной форме, и те люди вдруг тоже у них что-то изменилось. Представляешь, какой эффект заражения, какое инфицирование? А еще они находят друг друга, и у них общая тема, что они посмотрели интервью, я таких несколько людей встречал, от одной девушки, я тебе даже присылал видео из Канады, когда я там, то есть там общая тема была то, что... Люди встречаются, люди что-то вместе делают, люди любят друг друга, потому что они посмотрели... Я уже смотрел дискуссии, а по Радиславу это вот так, и начинают приводить доводы, как же это по Радиславу, то есть это прикольно очень. Вот, в общем, прогресс как бесконечный источник счастья. Вот, если у человека нет прогресса, возможно ли счастье в его жизни? Знаешь, мне кажется, что прогресс, вечный прогресс в жизни невозможен. По большому счету старость, это период жизни, который наступает с того момента, когда прекращается борьба за развитие. Когда начинается борьба за сохранение. Сохранение жизни, сохранение хотя бы такого уровня состояния здоровья, сохранение финансового положения. С какой отметки по возрасту это все начинается? Какие-то люди до старости не доживают. Я знаю людей за 80, которые до старости еще не дожили, наверное, не доживут никогда, то есть они умрут в период зрелости, когда они еще занимаются задачей развития. Есть люди, которые уже 25. Здесь на отдыхе, ну, ты уже обманывался, что мы в Испании, я здесь не живу, я здесь не работаю, я здесь на отдыхе. Пол-лета с семьей мы проводим на этой биле, на исходе шестая неделя. И должен сказать, что отдых – это особая форма существования материи и особый режим работы мозга. когда он в какой-то момент адаптируется к этому состоянию, и когда мне присылают какие-то интересные предложения по WhatsApp, по почте, я их не рассматриваю, я пишу, пожалуйста, в сентябре. Ну, то есть мозг в этом режиме не способен обрабатывать эту инфарклассу. Я думаю, что ставится тоже такой момент, когда весь мозг и вся материя переходит в существование, сохранение и никакого развития, никакого движения вперед не происходит. Здесь, на отдыхе, я подумал, что я, наверное, не создан для отдыха, я не создан для старости, полтора месяца старости. Когда ты поздно просыпаешься, ты питаешься, когда-то проходит день, никаких особых событий не происходит, ни к чему это не ведет, никакой цели нет, но к сохранению более комфортного баланса. Лежишь, допустим, на пляже, ой, помажь мне спинку кремом, да, ну, да, ой, облом сейчас помажу, да, а ты мне, ну, не знаю, что мы такие вот так уж примитивно вообще превратились, но и принявление, это, в общем, режим, для которого я не создан, который, в котором мы пока не готовы. Снижает обороты меня детей, включая грудного, я, может быть, не поехал бы на такой, только жена мне на что в жизни не решилась, потому что мы на третьей неделе взлыли, нам уже хотелось какой-то активности, каждое утро мы тихонько просыпаемся и пока не проснулись с детьми, бросаемся к ноутбукам и работаем, но когда они проснулись, вся какая-то работа прекращается. Я подумал, что вот эта идея, и много тренингов на эту тему, видео, книг, как поскорее уйти на пенсию, как поскорее уйти на пенсию миллионеров. Отойти от дел молодым и богатым. Отойти от дел, куда? На кладбище. Ну вот пляж от кладбища мало чем отличается, холмики, холмики неподвижные. Ты помнишь, когда ты ответил на вопрос, когда спрашивали, а как вот дойти до такого уровня, что можно там ничего не делать, не работать, умри, да? Как твой баланс. Мне кажется, отдых как смысл жизни вообще, да? Работать, чтобы отдохнуть, работать, чтобы не работать. Ну все-таки, это зарядка, вот есть телефон. Подключил, подключил, зарядка, но не в этом же смысл телефона, чтобы все время на зарядку. Это та же аналогия, сон, зарядка. Все, зарядился, поехали дальше работать. Здорово. И вот сейчас, когда я ехал, у меня супруга говорит, слушай, ты не отвлечешь там, Радислава, от отдыха. Отвлечешь, отвлечешь. И хорошо. Ну, окей, мы сейчас подошли к такой теме. Хотя, перед темой полноценной жизни и развития, о которой я сейчас хочу поговорить, вот принципы отдыха. У тебя есть такая штука, ты говорил, 120 дней в году у тебя отдых. 90 в период кризиса. 90 в период кризиса, а 120 в обычном. Вот расскажи, как ты... Кризис тяжело, надо работать. 60 дней, нет, получается сколько, 6 недель, 9. 6 недель это сколько? Полтора месяца. Можно сказать, 45 дней, да, 45 дней выработали. На Новый год мы себе, вот сейчас заказали билеты, билеты и, в общем, бунгало там в одном месте. Следующий год и планируете. Да, если в этом году у нас был месяц, то в следующем году мы делаем 2 недели всего новогодних. Ну, правда, это с выездом, а без выезда мы в Москве отдохнем тоже немного. Ну, то есть, еще 30 дней добавится, то есть, 75-15 дней доберем осенью, весной, понеделье, наверное. Меньше недели я за отдых не считаю, то есть, там, слетать куда-то с женой на 3 дня в Лондон, Брюссель, это не считаю. В отпуск не начисляю себе такие короткие. Ну, это просто прописки. Выходные, это выходные. Это не отпуск, если еще учесть, что у меня очень мало выходных, реально, суббот, воскресенье, чтобы я был дома, чтобы я не работал, это не так часто происходит. В общем, уикенд просто. Да. У меня в обычном понимании, у меня выходных нет, поэтому у меня отпуски только считаются. Вы знаете, как я к этому пришел? Когда я пришел, как очень многие люди приходят к идее разумного баланса в жизни через негативный опыт. У меня был опыт, когда я уработался до болезни, из которой я полгода вылезал, тяжело и дорого. То есть, вот прям реально уработался? Прям реально уработался до таблеток, до... Организм взял свое. Организм взял свое и самое главное, нарушение работоспособности. И это несмотря на то, что это любимое дело? Ну, несмотря на это, конечно. Можно просто перебить... Слушай, ты любимым блюдом можешь точно так же отравиться и умереть. Переесть. Переесть любимое блюдо, перепить любимого коньяка, перекурить любимых седраклей, перелюбить любимого человека до порезанных вен. Это, конечно, любое лекарство в передознике, яд. Да, это цена штука. И переотдыхать так же можно. И переотдыхать можно точно так же, совершенно верно. Можно переотдыхать так, что потом невозможно восстановиться и вернуться к работе в нормальной. Поэтому должен быть баланс. Этот баланс я выводил эмпирически в течение некоторого времени. Плюс для меня, конечно, очень серьезным мотиватором к отдыху стали дети, потому что они задают свой ритм, у них каникулы, ну и что, в каникулы им нужно куда-то деваться. У нас нет такой практики, отправляли к бабушкам или к лагерям, поэтому мы должны сопровождать ребенка к месту отдыха. И слава Богу, у нас с женой такой уклад жизни, что мы сами себе планируем отдых. Над нами нет работодателей, которые нам регламентируют, его определяют рамки. Мы сами определяем эти рамки и планируем отдых, ну, в идеале за год, то есть мы уже сейчас на будущий год запланировали места, на лето будущего года. И сейчас по возвращению у нас начнем отрабатывать эту штуку. Новый год мы, конечно, протянули в этом году. Вот сейчас август, а мы только на Новый год сейчас заказали. Как-то мы припозднились. Обычно у нас горизонт планирования дольше. Этот режим детьми тоже регламентирован. Ну, ребенка вывозить на 5 дней не имеет смысла, тем более четверых. Это такое мероприятие, такая экспедиция, такие сборы, что нужно уже вывозить на более продолжительный период. Должны какие-то в организме пройти процессы, да? Какое-то вытеснение, перестройка психики, там какие-то насыщение фруктов, овощей, витамины, воздух. А сколько раз в год вот так, чтобы всей семьей, вот как сейчас? Всегда всей семьей. Мы последние годы так, чтобы уехать с женой вдвоем, это происходит крайне редко. И, как правило, мы едем всем Кагавом, всей семьей, с няней. Сколько с бабушкой? Бабушка у меня улетела 3 дня, она с отсутствует. Ну, в смысле, моя мама. А в год сколько таких выездов бывает? Ну, глобальных 2 зима. Тут, не будем забывать, есть нюанс. Моему младшему сыну год и 7 месяцев. То есть мы были 2 года не в обычном графике в своем жили. А сейчас? Поэтому сейчас график только устанавливается. Я думаю, что будет глобальных выездов 4, как всегда было. Осень, зима, весна, лето. Это еще одна фишка, что от Паула Квейли, знаешь, человек будет счастлив, когда раз в 3 месяца путешествует. Да, ну, у нас так и было заведено. Вот рождение ребенка, беременность, оно немного... Тем более, что он родился у меня под Новый год, 28 декабря. Да. И поэтому мы не поехали в тот Новый год, когда он рождался. Это несколько сбило график. В общем, все нарушило. Но я думаю, что в конечном итоге мы вернемся к обычным. Гриша, старший сын, учится в школе, у него триместры. У него не четверти, как в обычной российской школе. У него международная школа, у него триместры. Они нарушили формулу. Да, у них 3 четверти, как бы, не 4 четверти в году. Поэтому нет осени, зима, весна. У них все наизнанку. У него начинаются занятия 30 августа, а не 1 сентября. В общем, и заканчивает он учебу, к сожалению, в конце июня, а не в конце мая. Украли 2 дня перед 1 сентября и целый месяц. У него какие-то рождественские каникулы. То есть все у них очень странные графики. Поэтому мы никак не можем синхронизироваться толком. Но я думаю, что в конечном итоге мы вернемся к нашему 4 выездоку. А Новый год где-то? Глобально. А с женой мы можем выезжать. Ну, сейчас мы тоже были маломобильные пока. Ребенок маленький, но чуть-чуть подрастет. И мы снова вернемся к этим привычкам. Раз в месяц мы улетали. Раз в месяц-полтора, в крайнем случае. А Новый год на Мальдивах, да, проведете? Новый год мы отпразднуем, скорее всего, в Москве. В Москве. И на Мальдивы улетим числа 2-го. Отдохнуть от Москвы. Во всяком случае, забронированное время. Отдохнуть от Нового года немножко. Да. Ну, мы завели такую традицию с родителями праздновать Новый год. Наверное, мы в этот раз тоже ее и увидим. Значит, вернемся к вот этому графику, который мне очень сильно помог с того момента. После того, как мы с Юлей купили практически все продукты в онлайн-магазине у тебя на сайте. Мне тогда, помнишь, не дали купить все, когда ты продавал все, где это было в Москве. Да, я подошел к девочкам и говорю, продайте мне все. Все, они начали говорить, что там этого чего-то там нет и так далее. И я тогда все не смог купить. В общем, я начинал с графика, с вот такого. Помнишь, я тебе отправлял по e-mail график полноценной жизни на начало тренинга, когда мы начали, приступили к тренировкам. И через сколько, я не помню, через пару месяцев он уже... Ты прислал мне еще. Это надо пояснить, что это полная жизнь и полноценная жизнь, как главный бизнес-проект человек. У меня произошло несколько осознаний по поводу баланса. И вот когда ты понимаешь, что есть достижение и нет счастья, как только ты понимаешь, что это дело в балансе, то приводя в норму, пускай даже ты где-то пожертвуешь какими-то достижениями в бизнесе, но уравновесишь тем самым другие благодаря времени. Помнишь, я тебе давал обратную связь, ты говоришь, а благодаря чему? Я говорю, благодаря времени. То, что, допустим, любовь и дружба, они вот на тот момент от меня требовали целенаправленного внимания. То есть я беру, так скажем, отбираю в течение дня определенное время и посвящаю это время супруге. Допустим, вот я записывал... Как-то не цинично, может показаться, что такие вещи должны происходить спонтанно, но в бизнес-проекте спонтанность очень дорого обходится предпринимателю. Поэтому в бизнес-проекте все регламентируется, даже попить кофе с подчиненным, это может быть частью плана, частью графика руководителя. Да, поездки то же самое, съездить куда-то. И вот тогда я уже начал больше таких вещей делать, как романтическое свидание. Да, мы уже в браке столько-то лет, но целенаправленно день только для тебя. У нас четверо детей, и мне жена вчера сказала, я хочу пригласить тебя на романтический обед, вообще без детей. Давай мы... Мы планировали с детьми поехать пообедать. У нас здесь французский ресторан полюбился. Она говорит, давай завезем детей домой, они поедут дома, а мы поедем пообедаем с тобой. Я говорю, если мы поедем завозить детей, то это уже будет романтический ужин. Короче, мы действительно в 7 часов туда приехали. Романтический ужин, мы приехали домой в полдесятого. Мы начали ужин в 7 часов, в полдесятого мы приехали домой. Мы прекрасно провели 2,5 часа времени вместе. Но когда мы приехали, мы были исполнены чувство вины перед детьми и жажды общения с ними. И в половине десятого, когда, в общем, все нормальные родители готовят детей ко сну, мы их заставили, вынули из ванны, одели и повезли кататься на паровозике. Тут по городу Каль походит такой живописный паровозик, интересный, ну, стилизованный. И мы катались на паровозике с детьми. У меня не надо... Ну, пожалуйста, 2,5 часа это было вложение. Совершенно четко инвестиции. И для друзей же так же. Нужно просто время. Нужно вывелить, да. Иначе... И вы знаете, тут противоречие, почему я ставлю в тренинге, кто знает, эту концепцию, там на одной оси находится любовь и дружба, и они разнонаправлены, это у них 180 градусов. Да, почему? Это такие не толкают. Они требуют от человека затрат времени в свободное от работы время. Да, и как правило, если он отдает друзьям, он не может отдать любимое. Да, ну, ты можешь взять с женой и пойти к друзьям. Ну, там, или встретиться с семьей, но это не то же самое. Вы с друзьями вышли на балкон покурить, да, если курящие. И вот там вы подружили 5 минут, пока вы курите. Ну, или там 20 минут, пока не замерзли. И потом вы вернулись, и общение с семьями, это не то же самое, как вы общаетесь с друзьями. Да. Вот эти вот перекуры, это возможность побыть с друзьями, подружить с друзьями. Это не та же история, да, но это и в то же время и не общение с женой. Потому что потом после вечеринки вы идете домой, и она говорит, ты зачем так сказал, ты зачем вот меня в неловкое положение поставил. И то есть выясняется, что в это время не было у вас общения, не было контакта. Ни то, ни другое. Ни то, ни другое. И ты не можешь, ты сейчас с друзьями разговариваешь, и так как-то по-гусански, она говорит, а что ты так себя ведешь, как-то я тебя не узнаю. Да. Ты человек воспитанный, а ты так вот себя ведешь, как гопник какой-то разговариваешь. А у вас с друзьями так принято. Да, друзья, детство, у вас свои какие-то там язык общения шутливый, а жена не понимает, не принимает такого языка. А ты жене там что-то тю-тю-тю, а друзья такие, ой, да, ну, как-то там по-своему оценивают ваши отношения. Получается, как бы работа на два фронта, ни то, ни сё, да, и поэтому люди, когда встречаются с семьей, они как-то сдержанные такие, или начинают сегментировать. Там мужчины переместились куда-то и там общаются, женщины переместились куда-то. В общем, это всё такой компромисс, это два центра внимания. Совершенно верно. Нужно, вот если ты являешься время, это общение с друзьями, да, вот ты инвестировал в встречу общение с друзьями. И мудрая жена не станет претендовать на то, что ты взял с собой её, не станет тебе звонить каждые 15 минут, что ты делаешь, о чём ты думаешь, а когда домой, а куда вы поехали, а кто там с вами. Не станет тебя выдёргивать из этой среды. Она тебе даст возможность наесться, утолить свой гол от дружбы и приехать уже удовлетворённым и в течение некоторого времени нежелающим, даже нежелающим новых встреч, потому что у взрослого деятельного человека как-то, у подростка, да, он не насытен дружбой и любовью, ему нужно это бесконечно. А взрослого человека есть другие там центры внимания, он может переключиться на детей, на жену, но точно так же нужны и моменты, когда ты инвестируешь вечер, неделю, не скажем, вот в общение с близким человеком, с женой, мужем, с любимым, любимой, отрезая всё пространство вокруг. Не хватает штуки, когда звонят друзья и там родители, например, даже родители. Да, ты знаешь, вот у меня до недавнего времени было примерно так, что именно на дружбу, на любовь, при том же скайп это не считается, ни разговор по скайпу, это не время для дружбы, именно живое имеется в виду, правильно? Я не знаю почему, я не знаю действительно почему, но скайп не даёт такого ещё, не даёт. То есть вот как-то... Мне приходилось даже выпивать по скайпу со старыми друзьями. И не было того эффекта. Да, эффект объединения, конечно, был, но общение, что мы выпивали вместе, это всё-таки в какой-то квази-общении, квази-дружба, квази-выпивание. Это называется... Я очень огорчён тем, что мои друзья, практически все мои друзья живут вдали от меня, между нами тысячи километров. Это Гонконг, Новосибирск, Омск, Одесса. Это люди, которые мне близки, дороги, каждую минуту общения с которыми для меня радость, но я их не люблю. Я вижу месяцами и годами прорывы. У меня точно так же было. Вот сейчас я совершил прорыв с недавнего времени. То есть я опять же благодаря вот этой теме, благодаря этому тренингу, благодаря тебе, я совершил прорыв таким образом, что у меня было вот как бы неплохо сбалансировано вот эти вот четыре сферы жизни. То есть вот здоровье, я в 2015 год очень хорошо проработал в этом направлении, сейчас тоже ещё несколько прорывов случилось. Затем хобби, ну хобби, работа, они были как бы в одном, плюс есть несколько дополнительных хобби. И благосостояние со здоровьем тоже сейчас всё в порядке. Я очень рад тому, как здесь прогресс. А вот сейчас, недавнего времени, когда я начал модернизировать то, чем я занимаюсь и как я занимаюсь, у меня очень классно встраивается, соответственно, вот любовь, дружба в эту тему. Притом, допустим, вот если у меня работа – это путешествие, общение, трансляция, вот примерно всё вместе, то я сейчас к этому начинаю друзей подтягивать. И они со мной начинают путешествовать, соответственно, транслировать и также выстраивать источники дохода. Есть такой способ. Есть такой способ, когда твоё время ограничено, ты начинаешь время использовать таким образом, чтобы, например, совместить досуг с друзьями. Да. Досуг, в смысле, который вы попадаете в раздел хобби. Да. Ты начинаешь либо заводить друзей в рамках того хобби, которое у тебя появилось в жизни, либо втягивать друзей в хобби. Так, как правило, и происходит. Как правило, заядлые рыбаки зазывают своих друзей на рыбалку. «Ничего не нужно, я все снасти возьму, ваше дело только наливай да пей, трудов немного, я всему научу». И друзья потихонечку втягиваются и образуется компания, для которой не нужно отдельно выделять. Он и так ездит на рыбалку, так он же теперь ездит и с друзьями. Ну, или кто-нибудь там пулевой стрельбой увлекается, гольфом или кайксерфингом, неважно. Он подтягивает друзей, таким образом он перемещает людей, ну, как бы совмещает два сектора, и таким образом он решает две задачи одновременно. Есть интересная модель, при которой увлечение мужа разглядит жена. А еще классно, когда и у мужа, и у жены общие друзья. Бывает такое, да. Бывает такое, хотя есть у меня такая гипотеза, что мужчина и женщина нуждаются в том, чтобы дружить с людьми своего пола. В том числе. В том числе, вот девичники, мальчишники, мне кажется, это очень правильное. Они неспроста. Неспроста. Неспроста, как традиция. И у нас это в семье существует. Эта традиция существует, как признанное право обоих из нас иметь друзей, подруг, которые не пересекаются со мной. Отсуществования, которых я знаю, по касательной, когда приезжаю, жену забрать, например, оттуда. А я вот, а, привет, привет, Алена. И, в общем, я не увижу ее еще вот. Именно по касательной. Да, они не являются моими друзьями, у меня их нет ни в телефоне, у меня этого контакта нет моего контакта. При том, ты осознаешь, что супруги именно важны дружеские отношения. Важны, у нее девичники происходят время от времени, встречаются с подругами. Подругами я узнаю о том, что они обсуждали только 5%, может быть, обсуждавшегося. Да и 95% это вообще не тема. Это просто, что вижу, о том пою. Это какие-то шуточки, прибауточки, какие-то вещи, которые невозможно пересказать. В них нет сутевого содержания, в них нет какой-то цели, к которой они хотят прийти. При том, где? Не бывает интересная вещь. Я приезжаю, допустим, с мальчишника, я провел с друзьями два дня. Два дня с ночевкой, приехали, в баню. Приезжаю и жена спрашивает, ну что, как у Виталика там? Как у Виталика, у него же там что-то было не то, как у него все дела? Я говорю, да нормально, все у него нормально. Он говорит, что дочка, вот у него же были какие-то сложности, я такой, нормально. Она говорит, про какую дочку я тебя спрашиваю, что нормально? Да у обеих дочек нормально. Она говорит, так что, не осуждали это что-ли? Я говорю, ты знаешь, как-то не дошли. Как можно не дойти за два дня общения, что у ребенка какие-то возрастные проблемы, подросток и так далее. То есть вы в потоке, вы здесь и сейчас, и, соответственно, вот прошу. Ну, о чем мы говорили, мы говорили безумолку, но о чем мы говорили невозможно выявить. Для меня это очень ценно. И вы были счастливы? Абсолютно. Абсолютно. И большего не нужно. Вот больше не нужно. Мы разъезжаемся, не обсудив, как вот каких-то, я не знаю, чем они живы, над чем они работают. О чем мы говорили все это время? Вот о сию минуту. Да, не все сферы жизни нуждаются в результате. Некоторые люди не позволяют себе вот такой бесцельный затрат времени. Встреча должна быть нетворкингом. Да. Да, это должна быть часть плана. Должна быть какая-то польза. Мы должны прийти к чему-то. Что я получил от этой встречи? Новые контакты, новую информацию, что? Ничего, удовольствие. Да. Это какая-то проституция. Ты знаешь, каждый контакт рассматривать, с точки зрения, это польза для себя. Баланс должен быть и в этом тоже. Есть там бизнес, есть работа, там результаты, там достижения. А есть именно баланс. Он достигается, да, где все отлично. И ты знаешь, я хотел с тобой вот поделиться обалденным опытом. Одно из моих лучших путешествий завершилось совсем недавно, меньше месяца назад, на Аляску. И вот это путешествие было разложено вот по вот этому. То есть я сделал вот чисто по этому. По колесу все правил по этой самой. Только ради того, чтобы сказать за это тебе спасибо и пожать руку, я уже рад приехать в Испанию только из-за этого. Но мы еще запишем интервью. То есть я на Аляске умудрился и посмотреть, расписать все? У меня туда была экспедиция с друзьями. Но супруга у меня сказала, что я тоже хочу посмотреть Аляску. И я начал смотреть, как можно совместить. В результате мы берем, садимся на самолет, едем в Анкоридж. И мы прилетели туда с супругой, с дочкой. Начали смотреть, а друзья начали подлетать по ходу дела. Во-первых, уже цель была, что мы всей семьей приехали на Аляску. Но там был такой элемент достижения Северного Ледовитого океана за полярный круг. И поскольку там около тысячи километров нужно проехать без какой-либо инфраструктуры. Там ночевки в палатках, в лесу, медведи ходят. Мы сделали таким образом. Получилось идеально. Ей очень понравилось. Дочка... Она переехала туда? Нет, она осталась в Анкоридже. Мы арендовали обалденный домик. Ну такой простенький, но для Аляски очень комфортный. Для жены, для дочки и так далее. А мы с ребятами на неделю поехали на Северный Ледовитый океан в экспедицию. Как бы вместе и как бы в поры. Да. Во-первых, мы здесь, в южную часть Аляски, очень хорошо с семьей. Частично с семьей сначала. Потом друзья начали подлетать. Мы с ними немножко покатались. А потом, когда поехали туда, полностью с друзьями. Получилось общение, получилось путешествие. Мы также рассматривали такие вещи, как здоровье и так далее. И это получилось одно из лучших путешествий. Я думал, что это случайность, что я так дальше не смогу. Франция. Вот совсем недавно у нас было путешествие с друзьями, с которыми мы недавно стали друзьями. Недавно познакомились, до этого виртуально общались. Ребята у меня обучались. И, соответственно, это было одно из лучших путешествий по Европе, по Франции. И тут как раз здоровье. Тут как раз дружба. Тут как раз работа и так далее. То есть можно не всю жизнь раскладывать, а какие-то конкретные периоды. Периоды, да. Потому что в любом случае, если мы берем год жизни, все-таки большая часть это семья, здоровье, работа, бизнес, хобби и так далее. Но если мы берем определенные промежутки времени, то тут и дружба классно подключается, и, соответственно, все остальное. И я думаю, даже если вот таких промежутков будет 4 в год, то этого достаточно, чтобы у тебя был хороший баланс. Или смотришь, что просело, которое нужно поперуть. Притом не на один день общения с друзьями, а, допустим, поездка в интересную страну, там Аляска, Франция, неважно, на неделю как минимум. И происходит такое классное сплочение, что вы раздеваете. У меня с друзьями именно так происходит. У меня из 4 стран спитаются друзья, и мы едем, например, в суды. И в суды мы едем, там, паримся в баню, купаемся в проруби. Но у нас обязательно экскурсионная программа. Мы смотрим какие-то вещи, интересные, катаемся на чем-то. Это поход в ресторан, это смысловой поход. В какой-то ресторан с историей, с какой-то особенностями кухни и так далее. У нас все расписано. У нас там такой тайм-менеджмент в этих поездках жесткий. Мы летали в Гонконг или в китайскую баню. В корейские рестораны и так далее, и так далее. У нас была тоже поездка по тайм-менеджменту. Мы не просто встречаемся и сидим с банками пива и таранкой у бухтин у телевизора. У нас видеопрограмма. Мы везем с собой кино, смотрим в этой поездке кино. Но это кино остается специальный фильм какой-то. Специальный. Он подбирается, отсеивается и так далее. Путешествие таким образом является связующим цементом. Потому что можно в одном месте посидеть где-то в ресторане, в своем городе. А можно целый путь пройти вместе с этими людьми. Мы вот даже шутили. Это экспедиция. Это экспедиция. Экспедиция – это путешествие, у которого есть цель определенная. И вот мы шутили, что есть несколько способов сплочения. Вот, допустим, в Азии. Если ты посидел за столом, тебя пригласили за стол, допустим, в Казахстан, то все, это уже произошло некое сплочение. Это уже получилась дружба. Все, когда бы ты ни обратился, тебе всегда рады и так далее. Есть второй уровень – это когда ты попутешествовал вместе с людьми, ты сплотился благодаря каким-то преодолениям трудностей, каким-то форс-мажорным ситуациям, приключениям, откуда вы вылазили из какой-то задницы и так далее. А есть еще третий уровень – это мы уже когда с ребятами по теме здоровья двигались. У нас была одна классная штука. Но, наверное, на телевидении бы не стали об этом говорить вот в такой передаче, но здесь – это же моя передача, я могу что угодно делать. Есть такая классная штука – колоннотерапия, чистка, ну, ты понимаешь же. И когда мы с ребятами сказали, что те друзья, которые через колоннотерапию вместе прошли, это полное сплочение получилось. Смотри, поскольку у нас играют, есть подачи и так далее, аналогия с теннисом, я переключусь на футбол. Здесь у нас, вот я смотрю, завершается первый тайм, и я предлагаю сейчас взять 15 минут паузу и затем продолжить записывать интервью, ну, соответственно, переместившись куда-то, сменить декорации. Давай. Спасибо.